Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать на своем канале! И сегодня я вам хочу рассказать о сравнении iPhone 11 Pro с iPhone XS. Как вы знаете, я себе купил iPhone, а может и не знаете, конечно же, в июне месяце 2020 года, спустя 8 месяцев в данный момент. И я хочу сравнить и рассказать вам свои взгляды, свои плюсы, минусы, почему же стоит купить, допустим, iPhone XS, нежели iPhone 11 Pro. История была заключена в том, что я зашел в магазин и смотрел iPhone 11 Pro. Но я хочу заверить вас, что iPhone XS работает не хуже, по скорости работает точно такой же, а в данном случае вообще то, что я вам расскажу, он превосходит. Я использую свой телефон iPhone XS в энергосберегающем режиме и я не вижу здесь никаких фрезов. Все работает отлично, никаких подлагиваний я не вижу, все классно. То, что было с iPhone 11 Pro на iOS 13.2.1, лагал на рабочем столе при перелистывании, то есть затвор камеры с фото на видео, когда переходишь, подлагивал. То есть вот у меня, можете заметить, тут всего лишь полсекунды дела и как бы все переключается, никаких я фрезов здесь не наблюдаю. Достоинства, конечно же, 11 Pro в батарее и в камерах. То есть там есть ночной режим, который я могу отлично заметить. Приложение в App Store называется Night Mode. Ночной режим. Вот он у меня установлен. Вот это вот приложение, оно отлично работает и показатели не хуже, чем у iPhone 11 или 11 Pro. Можете перейти по подсказочке и вы сами убедитесь, что действительно можно это сделать. Достоинство батареи iPhone 11 Pro является тем, что он немножко дольше держит. Ну, конечно, не немножко, а существенно дольше. То есть на полдня, то есть вы целый день, а то и полтора дня можете отходить. Но я могу заверить вас, что на iPhone XS я могу сделать не хуже результат даже на версии iOS 14. Точно так же по подсказочке перейдите и посмотрите этот данный видеоролик. А на что я хочу обратить внимание, это дизайн. То есть этот телефон, это вообще что-то нечто. Это настолько красавчик, что я вам не могу передать. Что может быть лучше, ребята? Этот дизайн, это просто космос дизайн. Я не знаю, что может быть лучше в данный момент, честное слово. У меня просто захватывает дух. Это действительно самый классный результат, который я видел. Ну, в сравнении там уже, допустим, после линейки iPhone 8. Сейчас там iPhone 11, iPhone 12. Я не вижу смысла брать под дизайн. Это вообще что-то нечто не для меня. Цены у нас на iPhone 11 Pro являются от 26 тысяч и до 32. Это на 64 гигабайта, а то и до 33. То, что у нас касается XS, сейчас от 13 300 до 17 тысяч. То есть, видите, какая колоссальная разница. От 10 тысяч и до 15 разница. Есть ли смысл переплачивать это в официальных источниках, а о неофициалах это будет стоить на тысячу, на полторы тысячи дешевле. Поэтому, ребята, ну судить только вам. Стоит ли переплачивать такие деньги за пару фишек, которые можно устранить технически по камере и по батареи у меня на канале. Вы это можете посмотреть. Зачем переплачивать такую сумму денег. Ну вот, ребята, вы увидели мое объективное мнение. Судить только вам, естественно, на ваш бюджет, на ваши взгляды на жизнь. Какие вам телефоны нравятся, дизайн и жалко или не жалко вам денег. Либо как вы там мыслите, это уже только сугубо ваше решение. Я рассказал только свой взгляд. Поэтому не стоит его принимать как за основу. Делайте по жизни свои поступки. Учитесь на своих ошибках. Только так вы к чему-то придете. Поэтому подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх, чтобы меня поддержать. Рекомендуйте это видео своим друзьям, знакомым. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok